здравствуйте уважаемые коллеги действительно у нас с вами сегодня получается такой 3d обзор неалкогольной жировой болезни печени коллеги уже достаточно много сказали об этом заболевании поэтому на тех моментах где наверное я буду их дублировать не буду акцентировать внимание слушателей но тем не менее уважаемые коллеги еще раз неалкогольная жировая болезнь печени это заболевание которое может прогрессировать от такого на первый взгляд безобидного с точки зрения обывателя жирового гепатоза но достаточно серьезного с точки зрения гастроэнтеролога состояния и прогрессировать может через неалкогольные статы гепатит к фиброзу циррозу печени и всем вытекающим последствиям вплоть до развития гепатоцеллюлярной карциномы и печеночной клеточной недостаточности у этих пациентов скорость прогрессии может очень отличаться в различных этнических группах в зависимости от коморбидного состояния пациента например одно из исследований которое представлено французскими коллегами это наблюдение за 125 тысячами пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени и обратите внимание проспективное наблюдение в течение 7 лет пациентов у которых исходно регистрировался неалкогольный жировой гепатоз почти 6 процентов этих пациентов за 7 лет прогрессировали до стадии цирроза печени не просто стата гепатита а уже цирроза а если мы возьмем пациентов которые вошли в это наблюдение имея уже диагноз цирроз печени стадия эй то почти треть таких пациентов 27 с половиной процентов прогрессировали за 7 лет до стадии си до декомпенсированного цирроза печени поэтому заболевание несомненно имеет очень большое медико-социальное значение эпидемиологи его хорошо известны об этом говорила и елена владимировна игорь геннадьевич действительно это одно из самых распространенных хронических заболеваний печени во всем мире и заболеваемость не алкогольной жировой болезни печени она четко коррелирует с распространенностью компонентов метаболического синдрома она может различаться от страны к стране от этнической группе групп по одной в другой но в целом это каждый четвертый житель нашей планеты если учесть что уже родился 8 миллиардный житель планеты то по сути дела 2 миллиарда населения земли страдает от не алкогольной жировой болезни печени диагностированы либо пока еще не диагностирована это естественно не только влияет на качество жизни населения но это определенные финансовые издержки армакоэкономические исследования которые проводятся в отношении стоимости не алкогольной жировой болезни печени они говорят о том что это очень затратно и для пациента и для систем здравоохранения например европейские американские коллеги по их подсчетам медицинские не медицинские расходы если их суммировать в расчете на одного больного наш превышают 10 тысяч евро ежегодно в Таиланде не так давно было опубликовано исследование в котором говорится что расходы на пациентов с не алкогольным стеатогепатитом превышают 3 процента ВВП Таиланда то есть это очень и очень серьезные цифры очень серьезные суммы которые затрачивают системы здравоохранения и наши пациенты на диагностические процедуры на лечение да и так далее сегодня уже говорилось что не алкогольная жировая болезнь печени это неотъемлемая часть метаболического синдрома и эти два состояния имеют конечно же общие патогенетические механизмы основной патогенетический механизм это несомненно инсулинорезистентность которая приводит к нарушению липидного углеводного жирового обмена и в итоге приводит к накоплению токсичных жирных кислот в гепатоцитах в патогенезе не алкогольной жировой болезни печени в прогрессии не алкогольной жировой болезни печени несомненно важное значение имеют провоспалительные цитокины которые в большом количестве синтезируются жировой тканью и конечно же мы не можем не отметить нарушение на оси кишка печи до кишечно-печеночная ось и те метаболиты которые продуцируются нашей кишечной флорой они также играют огромную роль не только в развитии стеатогепатита но и в его прогрессировании до фиброза и цирроза печени уже говорилось о том что не алкогольная жировая болезнь печени заболевание системное с проявлениями множественными которые ассоциированы с метаболическим синдромом это кардиоваскулярные проявления поражения печени сахарный диабет но в огромном количестве исследований показано что не алкогольная жировая болезнь печени тесно ассоциирована с самыми разнообразными психоневрологическими я бы сказала проявлениями это нейровоспаление это когнитивные дисфункции это тревога и депрессия о которой говорила елена владимировна и в том числе это астенический синдром астенический синдром состояние которое само по себе является очень многофакторным и очень полисимптомным если так можно выразиться это не просто жалобы пациентов на общую слабость повышенную утомляемость снижение работоспособности это еще и сопутствующие когнитивные расстройства вегетативные сдвиги это болевые феномены на фоне хронической усталости это разнообразные эндокринные расстройства эмоциональные расстройства то есть астенический синдром это состояние которое существенно снижает качество жизни и нередко отягощает течение основного заболевания в частности не алкогольной жировой болезни печени мы с вами все прекрасно помним начиная с третьего курса что жалобы на повышенную утомляемость и слабость это практически симптомы которые встречаются у подавляющего большинства пациентов с хроническими заболеваниями печени это нередко первое с чем к нам приходят пациенты и действительно утомляемость слабость снижение настроения отмечают практически две трети пациентов страдающих не алкогольной жировой болезнью печени это симптомы которые снижают качество жизни и влияют на повседневную активность этих пациентов патогенез развития астемии при не алкогольной жировой болезни печени на самом деле очень прост есть три основных пути по которым формируется астемия а собственно говоря и депрессия и когнитивная дисфункция у этих пациентов во-первых это нейрогенный путь это активация афферентных вагальных путей во-вторых это высвобождение большого количества провоспалительных цитокинов и в-третьих это иммуно-опосредованное воздействие вот эти три механизма соединяясь вместе они приводят к активации микроби приводят к активации структур центральной нервной системы и к изменению нейротрансмиссии то есть нарушается передача импульсов в структурах центральной нервной системы и в конечном итоге мы получаем пациента с измененной мотивацией с нарушенным поведением с плохим эмоциональным состоянием а нередко и с нарушением когнитивной функции на самом деле при заболеваниях печени астенические расстройства встречаются от 50 до 90 процентов случаев это самая частая эмоциональная дисфункция которая наблюдается у пациентов в гипотологии и количество исследований посвященных изучению астении ее значению и ее оценки ее тяжести при хронических заболеваниях печени оно чрезвычайно велико и исследование астении проводится не только при не алкогольной жировой болезни печени но и при заболеваниях гораздо более грозных ну например первичный билярный холонгит первичный склерозирующий холонгит астения как прогностический фактор при холестатических заболеваниях печени то есть это состояние которое вносит очень существенный вклад в самооценку пациентам и прогноз жизни прогноз исходов у пациентов с хроническими заболеваниями печени одно из последних опубликованных исследований которое изучало как раз астенические депрессивные расстройства у пациентов с не алкогольной жировой болезнью печени это 22 год качество жизни физические компоненты состояния здоровья существенно ниже у пациентов с не алкогольной жировой болезнью печени по сравнению с контролем шкала оценки астении клинически значимой астении у пациентов с не алкогольной жировой болезнью печени выраженная депрессия выраженная тревожность причем исследователи отмечают что вот показатели эмоциональные астения депрессия тревога они четко связаны с индексом массы тела пациента и что самое главное они четко связаны с показателями фиброза в частности с индексом фиб 4 существование депрессии в целом ассоциировано с астеническими проявлениями если у пациента есть депрессия даже субклиническая депрессия это в 11 раз повышает вероятность того что у него есть тяжелый астенический синдром но при этом наличие астении у пациента с не алкогольной жировой болезнью печени это независимый фактор риска который повышает больше чем в два раза смертность этих пациентов то есть эмоциональное состояние это влияние не просто на качество жизни но и на исход да в том числе на на частоту летальных исходов у пациентов с не алкогольной жировой болезни печени уже сегодня говорили елена владимировна игорь геннадьевич очень подробно о современных подходах к терапии собственно не алкогольной жировой болезни печени ну конечно я не могу сказать ничего нового это подходы хорошо известные да они хорошо градуированные этом коррекция массы тела модификации образа жизни пищевых привычек по возможности то коррекция инсулин резистентности как основного фактора патогенетического и коррекция оксидативного стресса да уже опять же говорилось что снижение массы тела это краеугольный камень в лечении пациентов с наш по метаболическим синдромом с одной стороны если пациент снижает массу тела у него улучшаются не просто скажем не просто снижается давление да но у него в том числе улучшается структура гепатоцитов уменьшается активность воспаления уменьшается выраженность фиброза елена владимировна показывала эти данные игорь геннадьевич их показывал в том числе но с другой стороны это и самое больное место у всех врачей коррекция пищевого поведения не может быть выполнена без коррекции психоэмоциональных расстройств наличие остыне и наличие депрессии категорически снижает комплоентность пациента и пациент не в у нас не слышит он нас не хочет слышать он не готов нас слышать и он не будет выполнять наши рекомендации не по физической активности не по модификации пищевых привычек просто в силу наличия у него вот выраженной остыне или клинической субклинической депрессии они снижают память они снижают концентрацию внимания это снижение мотивации это нет энергии да остыне остыне проявляется отсутствием энергии да отсутим желания чтобы то ни было делать поэтому конечно же помимо то кроме того что мы должны пациенту скажем давать рекомендации по каким-то модифицирующим процедурам да мы ему несомненно должны давать рекомендации по применению каких-то лекарственных препаратов да прежде всего направленных на улучшение структуры печени но к сожалению коллеги тоже это отмечали у нас до сих пор нет единого мнения какие же лекарственные препараты помогут пациенту с нашим у нас есть большой перечень препаратов в разных консенсусах это инсулин сенситайзер это антиоксиданты это статины это инкретины то есть все они имеют место все они имеют точку приложения в том числе при не алкогольной жировой болезни печени но что выбрать для конкретного пациента какой препарат будет лучше уже сегодня говорилось о возможности применения например препарата курсодезоксихолевой кислоты и у их значение до влечения не алкогольной жировой болезни печени но поскольку я сегодня все таки рассматриваю больше влияние на астенический синдром да то мне бы хотелось обратить ваше внимание на препарат адометянин кроме того что он хорошо известен как гепатопротектор и он включен в рекомендации по лечению не алкогольной жировой болезни печени и в том числе рекомендации которые вот недавно выше опубликованы утвержденные министерством здравоохранения российской федерации адометянин собственно референсный препарат это у нас гептрал все это тоже хорошо знают адометянин хорош чем это препарат который помимо своего гепатопротекторного эффекта является еще и нейро имеет и нейротропное действие это препарат из группы атипичных антидепрессантов и собственно говоря в наших клинических рекомендациях совершенно четко прописано что его назначение рекомендованного пациента с не алкогольной жировой болезнью печени при наличии астенического синдрома при наличии депрессии ну и в том числе если у нас есть сочетание алкогольного и не алкогольного поражения печени механизм действия адометянина изучен на препарате гептрал он тоже достаточно хорошо описан прежде всего это окисление свободных жирных кислот это их элиминации из гепатоцитов и самое главное на что я хочу обратить ваше внимание это образование стимуляции образования глутатиона метианин является донором по сути дела для образования глутатиона в структурах печени а именно глутатион это тот основной формат тот основной то основное вещество которое защищает нас с вами защищает нашу печень в частности от воздействия окислительного стресса от избытка свободных радикалов поэтому как бы повышая концентрацию глутатиона в тканях печени терапия адометянином как бы оказывает протективное действие и уменьшает уровень окислительного стресса который всегда присутствует у пациентов с хроническими диффузными заболеваниями печени гептрал изучен в очень большом количестве исследований уважаемые коллеги здесь всего лишь демонстрация одного из них то есть при назначении препарата мы видим что повышается содержание глутатиона именно в гепатоцитах не в сыворотке а содержание именно в гепатоцитах то есть это подтверждено при гистологическом исследовании как при наличии алкогольной так и при наличии не алкогольной жировой болезни печени препарат я еще раз хочу сказать обладает двойным механизмом действия то есть с одной стороны он оказывает гепатотропный эффект это усиление детоксикационной функции это антиоксидантный эффект в отношении гепатоцитов и через улучшение функции гепатоцитов это нейротропный эффект но помимо этого адометянин сам по себе активирует процессы метилировыми в структурах центральной нервной системы усиливает синтез нейромедиаторов и таким образом способствует нормализацию нейросинаптической передачи то есть способствует купированию вот тех основных механизмов которые приводят к развитию эмоциональных расстройств которые приводят к развитию астении депрессии и когнитивных дисфункций на фоне лечения адометянином это исследование которое проспективное многоцентровое исследование которое проводилось именно на оригинальном препарате препарате гептрал пациенты с выраженной депрессией пациенты с астеническим синдромом они получили начинали получать препарат внутривенно и через две недели переход на пероральный прием и мы видим что к шестой неделе приема препарата существенно да уменьшается количество пациентов у которых регистрируются депрессивные симптомы и практически купируется проявления астенические у этих пациентов и так уважаемые коллеги в заключение буквально несколько слов давайте еще раз вспомним о том что неалкогольная жировая болезнь печени это заболевание многофакторное с очень сложной фотофизиологией которую мы может быть даже не до конца еще сами понимаем и здесь имеют значение и генетические факторы и образ жизни и влияние окружающей среды это заболевание которое может прогрессировать скорость прогрессии мы тоже не предскажем может прогрессировать очень быстро может прогрессировать очень медленно есть пациенты которые через 5-7 лет уже продемонстрируют признаки фиброза а есть пациенты которые так и доживут до глубокой старости с признаками всего лишь жировой дистрофии печени и не сдвинувшись в сторону стеатогепатита но вместе с тем поскольку это заболевание с очень разнообразными проявлениями с мультисистемными проявлениями о которых мы сегодня очень много говорили оно конечно же оказывает влияние на качество жизни пациентов на их трудоспособность на их эмоциональное состояние это заболевание которое активно используют ресурсы здравоохранения пациенты используют активно ресурсы здравоохранения поэтому любые возможности для улучшения общего состояния пациента для возьму любые возможности помочь этим пациентам мы с вами должны И поскольку я сегодня обращала ваше внимание все-таки больше на эмоциональные такие нарушения у пациентов с хроническими заболеваниями печени, в частности с неалкогольно-жировой болезнью печени, я хочу вам напомнить такое очень небольшое шестистишее авиценный, посвященное, собственно говоря, печени. Текут по телу жизненные соки и в печени сокрыты их истоки. Щади премного печень, от нее всех органов зависит бытие. Запомни, в ней основа всех основ. Здоров дух печени и организм здоров. Поэтому я всем желаю здоровой печени и нам, и нашим пациентам и достичь с ними комплоентности. Спасибо большое за внимание. Субтитры подогнал «Симон»